Привет, ребята! Перед вами телевизор, который хранился на чердаке частного дома. Вот вам первые последствия высокой температуры. И вот еще... Можно ремонтировать, не открывая крышку. А вот второе последствие, сейчас вы увидите. Видите, появилась статика на экране, слышно работает срочная развертка, но видать кадровая совсем не работает. Видите, вот этот хвостик. Это, по идее, должна быть горизонтальная полоса при отсутствии кадровой развертки. Вау! Вот что удар животворящий делает. Сейчас мы его будем разбирать, как вы догадались, проблема в паечках, поэтому мы должны пропаять этот телевизор, потом пропилактически проверить электролитические конденсаторы в кадровой развертке, в блоке питания, по первичке и по вторичке. Кстати, если кого-то заинтересовал вопрос, почему же этот телевизор несколько лет провалялся на чердаке, а теперь попал ко мне, поясняю. Все дело в том, что супруга клиента решила отмыть экран в жидкокристаллистском телевизоре. 42 дюйма, Samsung. И после этого у него появились вот такие черные круги. Привезли ко мне на ремонт. Я посмотрел, ну что тут непонятно. Вода попала в матрицу, и здесь только замена матрицы. То есть такой телевизор уже реально смотреть нельзя, и ремонтировать его тоже нет смысла. Поэтому этот телевизор решил обрести вторую жизнь. Вы знаете, здесь даже удивительно чисто. То ли хозяин сам уже лазил, пытался что-то сделать. Но самое главное, в предыдущем телевизоре, помните, когда я взбодрил, оказалось, что ручки ТДКС-а кручены. Так здесь их стопудов никто не крутил, потому что здесь как раз плесень на ТДКС-е находится. Вот такая вот плесень. Кинескоп чистенький. Подвесы в динамиках вроде целые. В общем, телевизор вроде даже не запущенный. Кстати, моделька HU-TV2110PF. Судя по этикеточке, выгоревшей, это ещё один из первых киндаев. И судя по наличию низкочастотных аудио-видео входов-выходов. Как восстановить крышечку? Всё очень просто. Научил меня один друг Виталик с работы. Виталик, тебе привет! Значит, нужно иметь в своём арсенале металлическую сеточку мелкую, стальную или латунную. Берём, нарезаем стежочками соответственными. И с помощью мощного паяльника или фена вплавляем эту сеточку. Как-то так получилось. Конечно, не идеально, но мощно. Вот как это смотрится внутри. И с другой стороны. Мощно держится. Эта крышка реально не развалится. Вид, конечно, не супер, но пойдёт. Применять пришлось вот такой вот паяльничек у меня есть. Потребляет он у меня 250 Вт. Вот такая вот моща с отдельным блоком питания. Ну, а теперь, после того, как я компрессором на улице всё это обдул, давайте изучать плату. Давайте подключаем всё сначала. Вы, кстати, помечайте себе. Делайте меточки. Это я помню. На опыте. А вы обязательно пометьте. Наша задача номер один сейчас найти и локализовать неисправность, связанную с плохим контактом в кадровой развертке. Где может быть плохой контакт? Могут быть кольцевые трещины вот на этой микросхеме кадровой развертки. На выводах. Посмотрим с обратной стороны. Могут быть кольцевые трещины на элементах кадровой развертки. На вот этих конденсаторах. Могут быть конденсаторы неисправны. То есть, конденсатор уже начал разваливаться. И такое бывает. И может быть плохой разъём. Пайка плохая. Этот разъём идёт кадровым и строчным отклоняющим катушкам. Первых два вывода это обычно кадровая катушечка. А вот этот и вот этот вывод это строчная катушечка. Давайте ещё обратим внимание, что есть почернение. А значит, что элементы сильно нагревались и при выключении охлаждались. А если происходит очень сильный нагрев, а потом охлаждение, то обычно пайка там поддаётся деформации. Поэтому нужно будет обратить внимание, запомнить вот здесь место, вот здесь место и обратить внимание на пайки элементов блока питания. Скорее всего, там есть тоже кольцевые трещины. Больше вроде не на что обращать внимание. Ну а потом проверим, можно даже тупо вот эти все конденсаторы блока питания. Это по вторичных источниках питания. В первичке электролита нету, кроме как сетевого, тоже неплохо бы его проверить. Смотрите, здесь блок питания сделан по схеме китайского транзисторного трех транзисторного блока питания. Вот это, по-моему, составной транзисторчик с большим коэффициентом усиления. Вот она наша кадровая разверточка. И здесь пайка идеальная, можно сказать, почти. Да, элементы кадровой развертки в принципе тоже нормально пропаяны. а что же тогда? Ну, тогда давайте смотрим разъем. Вот она. Видите? Помните, я вам как раз говорил, можно даже проследить, что вот эти первых два вывода идут у нас к элементам, которые относятся к кадровой разверточке. Вот он, этот вывод. 100%. это мы уже нашли. Ну, и теперь смотрим. С этой стороны, кстати, тоже видно потемнение. Есть ли плохие пайки или нет? Немного не очень страшные, но не нравятся. Вот эти диодики нужно будет пропаять. А вот здесь ещё не критичные, но уже они реально плохие, видите? Давайте вот так под углом. Это там, где вот эти сопротивления находятся. Давайте увеличу. Видите, да? Вот. Ну, и в принципе, как бы вопросов нет. Ну, вот это причина, ради которой мы разобрали этот телевизор. Ну, берём транзист-тестер, сканируем наши конденсаторы на ESR и на ёмкость. Давайте снимем наш разъёмчик. Перед пайкой обязательно нужно разрядить сетевой конденсатор. Нагреваем наш вывод. Вот это поворот! Смотрите, ребята, картинка очень чёткая. Всё вроде бы классно, но кто телемастер, тому сразу же бросается в глаза. Справа чёрная полоска, потом идёт белая полоска. Слева все буквы ушли влево и видно такой зеркальный стол. Что это такое? Пишите в комментариях, а я сейчас буду решать эту проблему. красавица. Вот это поворот! А как вам такое изображение? Это я сделал волшебный бабах и вот такая вот тема произошла. Что же это может быть такое, ребята? Подсказывайте, я в шоке. ещё одна подсказка. Если я вынимаю источник видеосигнала, то при этом менюшка, в общем ОСД информация, она нормальная. Догадываетесь в чём дело? Да уж, поворот конечно же серьёзный. Значит, методом тыка научного я определил, что эта неисправность появлялась от постукивания. Стучал, 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 стучал и смотрите, вот эта дивная платка. Сейчас я увеличу и посмотрите на её контактики. Видно вам, да? Вот этот второй контакт, он вообще голый. Ну и другие контакты тоже желательно пропаять. Здесь был клей. Видите, ещё транзистор остался в клее. Вот здесь огромный такой кусок клея. Из-за этого сразу же я не заметил этого дела. И потом методом простукивания вот взял такую отверточку и начал стучать. Нашёл приблизительную область и потом уже начал снимать клеи и увидел вот эту тему. Сейчас пропаяю, увижу, что изменится. Зелёное пропадёт или хотя бы изображение центрируется. Что это за каверзная такая платка, которая даёт миллион таких интереснейших неисправностей. Давайте почитаем. Модуль сикам на микросхеме LA76-42N. Всё дело в том, что я уже стыкался с такой неисправностью в моём телевизоре для спектрума, который я использую как монитор. Правда у него срывалась синхронизация время от времени. Оказалось, что тоже пайки были под клеем. Клей когда нагревался от нагрева платы, расширялся, и контакт пропадал. Вот такая интересная платка, вот такие интересные неисправности. Теперь всё нужно скрутить, хорошо обстучать, потестить пару часов. Вот они гадостливые кристаллы клея, под которыми пряталась неисправность. Фух, наконец-то ребята, я его добил. чёткая насыщенная картинка, строго по центру, по бокам никаких полос, не боится мужского удара. Настоящий телек, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. вот так я провожу время по пятнице. Скучный карантин. До новых встреч, ребята. Пока. . . . . . . . . Продолжение следует...